А вам зачем это знать? Да я не оперед, вы не бойтесь. Да мне бояться на ней надо. Вы запишите наш YouTube. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. А вы YouTube-блогер? Да. О, поздравляю. У нас 15500 роликов только здесь. Больше нету в интернете нигде. Нету. На всей мировой сети. Она у нас богатейшая. То, что миссионерские поездки, все снималось. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия, Север. 650 городов посетили. Понятно. И в каждый город я дарил 38 томов моих книг. 38 томов? Да. Вы зайдите на YouTube. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы там найдете все. Сейчас погодите номеру. Так. Давай. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий. Да. Вон нашел вас. 37 тысяч на твой канал, да? Да. 37 тысяч. О, вижу. Так. Общее посещение у вас не показывает. 36 миллионов. А не показывает? 36 миллионов. Сейчас покажите секунду. Да. Посмотри. 36 миллионов. Вы правда. Ну как правда. Мы лгать не можем. Мы строим православную деревню. Поселиться может тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. А. Высор ПЦ получается, да? Мы православные христиане. Мы несем людям Слово Божие. Чтобы каждый веровал, как Бог учит нас в этой святой книге. Очень приятно. Я крещеный. Просто я цепочку не ношу. Просто она не маленькая. Денег у нас вообще нет. У меня денег реально нету, если честно. Я так же крещеный. Папа у меня крещеный. Бабушка с дедушкой крещеной. По маминой линии только бабушка. Дед у меня татар. Мама татарка. Очень смешный крак у меня. Вы в храм-то ходите иногда? Бывает, да. Есть такое тема. А дома молитесь? Ну, мама меня как-то не очень любит такое. Да-ка, мама за себя отвечает, а ты за себя. А. Ну, тоже верно, в принципе. У меня времени просто нет. У меня репетиторы, спортивные занятия. Ну, почему? И школа у меня еще. У меня же каникулы просто, свободное время, но я вот не зачем тебе занять. А посты соблюдаете? Ну, папа у меня немножечко пьет. А вам сколько лет? 14. Скоро 15 будет в июле. А мне 80. Вот вы когда зайдете на наш канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин, во свете Библии, вам оттуда уже не выйти. Вы будете каждый рассматривать. Вот сейчас, вчера у нас соблюдал 28 лет деревни, как восстанавливаем. Приезжал митрополит. Какие встречи были? Откуда люди приезжают? Я вот сейчас вот зашел на ваш канал, и я вот, честно говоря, заинтересовался. Там полуслужения, рассказы поездков в Грузии. Очень интересно, если честно. Пас, вы посты соблюдали сами, если честно, если не секрет? Там все найдете. Абсолютно. Мы с нуля строим православную деревню. И поэтому только верующие молятся. Учителя все верующие. Мога. Мы православные, строго православные. Держимся. Брат у меня священник там, Портоирей, отец Иоаким. Очень приятно. И вы там увидите, там сейчас 50 минут. Архиерей приезжал. Как у нас люди одеваются, как молятся. Потом там как в виде концерта. И концерта не было. Ну, доложили, как вот строилось. А потом трапеза была. А потом во время конца трапезы, обеда, я сказал слово. Это уже рядом было. Я еще замки не снял. Уже закачали. Понятно. Очень интересно. Вопросы, есть вопросы какие-нибудь духовные? Нет. Я посмотрю, вот сегодня именно она займется этим. Если у вас будет желание что-то узнать больше в скайпе, я один на весь интернет. Игнатий Лапкин. Такое имя, ее фамилия. Игнатий Лапкин. И вы меня можете найти. Все, понятно. Только напомните, что мы были в рулетке. В этом гнусном ущелье тьмы и мрака, заблуждений и прелюбодеяний. Вот что, запомню. Я тут первый раз, я тут первый раз. Я бы это слышал. Но я тут вообще первый раз. Я что-то говорю. А вы знаете, кто? Хорошо. Вы знаете, кто эту рулетку создал? Нет. Мальчишка. С 17 лет ему. Андрей Терновский. Учился на одни двойки. Говорит, я вижу, экзамен не сдать. Надо что-то думать. И он создал? Ну, создал место, где можно сходить, соблудить. Никаких. Ни регистрации, ничего нет. И он, говорит, я сразу стал миллионером. Выехал в Америку. Ничего себе. Конечно, просто тупой Али. Вы реально хороший человек. У вас дети есть? Жена хотя бы. Я начальник детского лагеря был. 45 лет. Создал сам лагерь. Это Господь сделал. 45 лет. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Понятно. Ладно, спасибо. У меня больше вопросов нет. Все, с Богом. Все, до свидания. Боишься, что жена поймает тебя? Ты что, ебанулся, дядя? Вот видишь, как вас напугал сатана? Грех делать не боитесь? Блудите день и ночь здесь. И жрут, и жрут, не нажрутся никак. Выйди, поговорим. Куда выйди, ебан? Ну, опусти голову вниз. Сколько просить тебя должен? А то сейчас в лоб-то как шелкну и все. Один бритый подбородок только и вижу. Подкаблучники несчастные. Я тебя сейчас пырал, ебанул. Ну, давай. Давай поговорим. О Боге, о вечности. Посмотри, что я тебе принес. Какой подарок. И что, блядь? Я ты... Опускай голову-то. Поговорим. А я так с тобой буду подарить. Крепко тебя напугали все-таки. Боишься 200 рублей заплатить? 200 рублей, блядь? За нарушение правил, которые установлены сейчас рулетки. Там говорится, чтобы голова была видна. И что, блядь? У тебя у нас все на лбу видно. У вас сегодня день, который всю жизнь вашу может изменить. Вам больше никогда не встретится человек, который знал бы Писание и жил по нему. Ну, ты расскажи, расскажи. Ну, так что расскажи-то? Я не вижу, кому рассказывать-то. Будь человеком. Опусти голову вниз. Ебать пизда голову и чмо, нахуй. Значит, не нужно вам ничего. Жалко, конечно. Знаете, время коротко. Вы старайтесь достать эту книгу. Почитайте ее. Чтобы эта рулетка окончательно не поглотила вас блудом и развратом. Это место гнили. Это Содом и Гоморра. Господь... Прочитай нам что-нибудь, пожалуйста. Я тебе рассказываю то, что читать. Я читал только что... Вы не стучи мне куда, Отец. Да. Я читал Евангелие, Псалтырь. Целыми днями читал тут. По-любому, тут все, каждый из нас грешник. Потихо. Вы ругаться сейчас начнете, да? Нет, не будем ругаться. Мне нехорошо это. Мы не ругаемся. Господь сотворил этот мир. А люди согрешили. И люди потеряли жизнь вечную. Адам и Ева были изданы из рая. И в Адаме теперь все умирают. За грех Адама умерло уже больше ста миллиардов людей. Но на землю Господь Бог послал своего Сына Иисуса Христа, который умер за наши грехи, чтобы мы имели жизнь вечную. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. А не верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава говорит. Это верно. В послании 2 Коринфянам. Конечно, ебать слушаем. 10 глава, 5 стих. Написано. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Рай или ад. А вы сидите, пьете, едите тут. Тут что попало делать? Блудят, развращаются. Анонизмом занимаются. Здесь 50% голые. И процентов 80 и всего. Мусульмане самое блудливое племя. Не, мы просто пиво пьем. Дома можно пить пиво-то. А зачем ему пить пиво-то, когда мозги будут набекренены? Надо жить. Почему? А не просто много. А это самое, отец, а можешь за нас, в смысле, молитву опрокинуть? Можно. Господи, а обрати этих глупых и безумных людей. Дай им веру твою святую, чтобы они в ад не пошли. Господи, услыши. Спасибо, отец. Во славу Божию. Вы зайдите на YouTube, наш канал, во свете Библии. Во свете Библии канал. Канал очень большой. Вы оттуда не выйдете. Я тебе верю, у тебя борода, потому что у тебя могу чё сказать. Да. Он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. И тогда разговариваем первый раз. Никого тогда там не будет жить. Если человек не знает закон, не считает Библию, Златоуз говорит. Он не знает закона. А не зная, он их нарушает. А нарушая, он погибает. И всё от того, что не считает. Это точно. Надо считать, божественный закон надо знать. Нет. Что Иисус будет судить мир. Я агностик. Кто вы, агностик? Да. В гное сгнили. Нет. Ну да. Агностики. Блудники собрались. Агностики мне тоже. Загибай. Тут ничего, кроме разврата в этом ущелье нету. Мрак. Есть. А одна вонь пропитала воздух. Не знаю, мой воздух чист. Процентом 80 мусульмане. Половина мужиков голые валяются. Совокупляются хуже скотины. Что я видел. В Эдетский царё, Эдетский авгарь получил. Христос приложил полотенце. Отпечатался образ. Он его послал. Тут утерся и проказа исчезла. Вы это не знаете. А вот если я, к примеру, сейчас полотенцем вытрусь и положу. А там ничего не будет, кроме грязи. А это Бог. Бог чудеса творит. Нет, я не верю в это. Ну вы не верите. Может, поверите. Но в Коране не написано про это. Не написано? А вы считаете, что основатель вашей религии бороду брил? Не выдумываете? Бороду нет, усы. И усы никто не брил никогда. Он не брил, он их подстригал. Если вы хотите знать, как одеваться, посмотрите, как одеваются евреи. Ни один бороду не трогает усы. А вера-то наша ваша оттуда идёт. Ну почти. Да не почти. Это великий народ аврамов. А вы это происходите от Агаря. Из моей элиты называется. Агаряне. Ну всё равно борода у вас шикарная. Я вот тоже стремлюсь отрастить себе бороду. Ну-то Бог делает как. Мы ни одной волосинки не трогаем. Мы любим нашего Творца, Создателя. Мы подчиняемся Его Святой Воле. Ну а такие темы единомышленников много здесь? Ну вот я нахожусь здесь в 89-й, наверное, день. Человек 50-то нашли. Человек 50. А просто я смотрю здесь в основном это самое. Грубияны, все хамы. В основном это блудники, развратители, пьяницы, наркоманы, всякие мерзавцы. И мы пришли сюда с Библии, чтобы людям рассказать, что будет суд Божий, в который и вы верите. У вас тоже там написано, что будут отвечать за злые дела люди. Да, да. Иисус спустится и будет, и начнётся суд. Да. Так написано, Евангелие от Иоаннов, 12 глава, 48 стих. Я не сужу вас, говорит Господь. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот так. А с какого города? Да не из какого, а в каком городе, наверное, хотите узнать? Ну, в каком городе? Город Барнаул, Алтайский край. А из какого города? Я из деревни приехал вчера только. У нас, мы деревню строим, православную деревню уже, и вчера отмечали день деревни, 28 лет. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот это хорошо. У нас ни один мужчина бороду не трогает. В армии с бородами служат. Женщины одеты, как хиджаб. Два платка и платья до полу. Согласен с вами полностью. А вы зайдите на наш Ютуб, зайдите, и вы это увидите. Называется «Во свете Библии». Так, еще раз. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин, это я. У нас... У вас канал свой? Да, канал свой. 15500 роликов. Обязательно зайду, послать. Самый крупный канал во всей мировой сети. Мы строим деревню православную. Сделали миссионерскую поездку. Вот Господь, Бог мой, позволил мне написать книг, 38 томов. Я решил их подарить в Библиотеке мира. Мы с Барнаула до Владивостока доехали, а потом до Лиссабона, Португалия. Турцию прошли, шесть мусульманских республик. Нам говорили, ездить нельзя, Чечня головы режет. Я не отрицаю, но нас везде встречали, как родных братьев. Мы в доме мулы ночевали, в мечеть ходили вместе, в Баку. И все это заснято. А в одном месте, в Каспийске, кажется, в библиотеку заходить, а там стрелка такая по стене, написано, комната для намаза. Мы директора спросили, можно, вопросов нет. Позвонил, дверь открыли. Мы разулись, зашли и стали молиться, поднимать руки и падать. Благодарить Бога, чтобы мир дал Дагестану. У нас в дороге мы встречали мусульман в разных... Везде. И ни одного не встретили плохого. Все относились как к братьям родным. Видите, как хорошо? Ну, а потому что пугают больше? Потому что мы верующие. А мы молимся. Мы настроены не без этого, но... Мы молимся. Если мы молимся, мусульмане нас в обиду не дадут никогда. Они любят, когда человек молится. У них пятикратный намаз, а у нас семикратный. Сто поклонов. Это один раз и три святоя. И мы везде встречали их. И во Франции, и в Португалии. Они как узнают, что мы верующие, так они стараются помочь. У вас русское православие, да? Русская православная церковь. Русская православная. Вот вчера мы отмечали день деревни. 28 лет. И к нам барнаульский митрополит приезжал. Митрополит. За ним только патриарх выше. И все заснято. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Зайдите туда. Во свете. Свет. Свет от Библии идет. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Хорошо. Сейчас зайду, посмотрю обязательно. Спасибо. Очень приятно было с вами пообщаться. Если нужно будет поговорить по скайпу, зарядите Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией. Все хорошо. С Богом. Все и вам тоже. Спасибо большое. Храни вас Господь.